Девушки отдыхают 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 чем о депутатах. Как ни удивительно, тоже о депутатах. Я бы сказал о детях. О депутатах, о детях. Я намеренно сказала о депутатах, потому что на самом деле есть небольшие сомнения. То есть все это делается все же для детей или для депутатов, скажем так. Возникли у некоторых людей вопросы к этой инициативе. Депутаты прорабатывают механизм сейчас, чтобы выделить школам средства на новогодние праздники. Инициатива вроде бы хорошая, но, насколько мне помнится, с этой инициативой раньше выходили другие люди. Да, было дело. И мы с тобой, как родители детей детсадовцев, прекрасно помним, я думаю, помним, как в прошлом году, ровно год назад, помнишь, разразился скандал, суть которого была в том, что городской администрации на предыдущий Новый год не нашлось денег на то, чтобы закупить подарки новогодние для детсадовцев. Вот, но там еще ситуация была как? То есть сначала сказали, что подарков не будет, родители собрали деньги на подарки. Ну да, сами, если сами хотите, покупайте, что, собственно, родителям и пришлось сделать. Да, а потом, когда родители уже подарки эти закупили, при этом, это же не просто ты пошел купил подарки, там же должны быть все вот эти сертификаты, то есть нельзя просто притащить в детский сад конфетки и всем раздать. А потом выяснилось, что подарки будут. И таким образом, вот, дети получили подарки от детского сада и от родителей. Вот, все очень возмущались этим. Непонятно, не знаю, как, конечно, это будет все в этом году построено. Вот, но посмотрим, да, мы... Ну вот, ближе к Новому году, да, эта новая инициатива родилась. Мы не знаем пока, то ли она трансформировалась вот из тех предложений, то ли это что-то новенькое, но пока это звучит достаточно все обтекаемо. Ну вот, например, депутат областного законсобрания Николай Шабалин сказал, что дополнительные деньги государственным и муниципальным школам могут пойти на праздничные концерты, фестивали, конкурсы, посещение культурного или развлекательного мероприятия. Также в список могут попасть экскурсии, поездки на традиционные или традиционные новогодние подарки. Достаточно широкий, да, такой спектр. Но, видимо, определяться будет сама школа, сами учебные заведения совместно с родителями. Вот, и... Ну, тоже, знаешь, достаточно такая, как по мне, немного непонятная ситуация с тем, что школа может определить вот этот вот спектр, на что тратить эти деньги, потому что если вот переводить на тот же самый садик, то очень часто бывает ситуация, когда даже в пределах одной группы вот родители не могут решить, что подарить там детям к 23 февраля и 8 марта. Ну, это непонятно, зачем вообще детям что-то подарить. Разногласия начинаются. Да, но начинаются какие-то разногласия. Соответственно, чтобы не было никаких разногласий, решения будут приниматься, скорее всего, администрации школы, потому что обсуждать это всем миром, по-моему, это тупиковое дело, да. Соответственно, наверное, как обычно, будут недовольные, которые скажут, где мой пакет конфет, почему мы едем на экскурсию, которая моему ребенку неинтересна. Вот, ну, посмотрим, да, конечно. Давайте пообщаемся с депутатом Законодательного собрания Кировской области Ольгой Тырыкиной. Она еще является и председателем организации родительских контролей, нашей постоянной гостьей в наших эфирах. Ольга, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Вот, узнав об этой инициативе выделения дополнительных средств на празднование Нового Года школам в нашем городе, в нашей области. Мы немножко в замешательство такое пришли, а что у нас в регионе нет такой устойчивой, устоявшейся системы выделения, нахождения денег на празднование Нового Года. В ежегодном формате, суммы какие-то. Мы в каком-то, в авральном режиме, что ли, каждый год решаем эти вопросы? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, что каждая школа решает это самостоятельно. Я думаю, что каждая школа какие-то свои бюджеты самостоятельно как бы дело планирует. Возможно, где-то родители в том числе привлекают к этому мероприятию. А вот прям такого, что там выделили на празднование Нового Года, ну, мне кажется, что у нас такого до этого не было. И точно как бы вот эти новогодние подарки, как вот было принято в нашем детстве, не выдавались. Да и что? Вот вы как оцениваете эту инициативу появившуюся? Ну, я думаю, и считая мое мнение, что в школах как бы деньги лишние никогда не бывают. И всегда там такое какое-то финансирование идет по остаточному принципу. Поэтому если дополнительное средство, пускай на празднование Нового Года в какой-либо форме будет, я думаю, что точно лишним однозначно не будет. Поэтому, то есть, конечно, тут вопрос сейчас стал как раз в том, что школа будет сама выбирать, как и отпраздновать, то ли концерты купить, то ли куда-то на мероприятия сетить. Но опять же вопрос, ну, я думаю, что там далее коллеги расскажут уже более подробно, чем инициатива заключается. Но, конечно, там сравнивать, условно, там Вятские поляны из школьников, которые захотели приехать в Киров на какую-то елку в Дран-театр, это совершенно другая история, нежели там кировские дети придут в плане финансовых затрат. Поэтому тут тоже как бы возникнут вопросы, а вообще, что можно на эти деньги было себе позволить? Или каждая школа, условно, там будет проводить елку в рамках стен школы и как бы на этом вот остановится? А вот смотрите, у нас уже появляется много вариантов, на что можно потратить эти деньги. И на мой взгляд, это опять же повод для тех дискуссий, разногласий. Как конфликтовые, да, какие-то. Вплоть до последнего момента администрация школ вместе с родительским сообществом не будет понимать и не сможет определиться, на что же конкретно. Да, то есть, условно говоря, со сладкими подарками, там, я не знаю, в детском саду все понятно, вот по пакетику конфеток дали. Может, какое-то четкие, четкие правила установить? Вот на это, на это, на это можете. Ну, вот смотрите, то есть в моем понимании, как бы, эта инициатива Дмитрия Русских «Справедливая Россия. Благ» в том году озвучена, когда он предлагал как раз-таки подарить всем детям новогодний подарок. И туда ему пришел ответ о том, что средств нет, детям конфеты не полезны и вообще у нас ковид, а поэтому, как бы, тут ничего делать мы не будем. В этом году он снова свою инициативу внес, и, соответственно, было понятно, что, как бы, нет смысла уже отказывать, тут как бы все равно надо как бы эти деньги выделять. И поэтому тут условно расширив предложение Дмитрия Михайловича о том, что давайте будем давать не только сладкие подарки, но и эти деньги вдруг какая-то школа потратит на что-то другое. То есть я думаю, что прямо четких каких-то установок, как это будет происходить на данный момент, ничего нет, не прописано. Но какие школы, допустим, это делали каждый год, находясь в свои средства, я думаю, они знают, на что они это потратят. И, в принципе, условно, там этих же родителей, допустим, они спрашивать не будут, просто будут говорить о том, что у нас там такого-то числа елка, приходите, детей приводите. Ну, допустим. Соответственно, тут я думаю, что, конечно, будет много споров, но мне кажется, что школа должна, наверное, самостоятельно решать, как они это проведут. Ну, то есть, может быть, с классными руководителями в классах как-то это будет решаться. Но вопрос еще суммы, то есть какая она будет, в принципе, на всю школу. И насколько я так понимаю, что мы говорим все-таки про начальное звено и 300 рублей на человека, вроде как понимая, что все-таки вся школа будет праздновать Новый год, если это нехваткий подарок. Поэтому пока вопросов много, то есть когда мы увидим уже какое-то четкое положение, которое будет регламентировать, как эти деньги тратить, наверное, тогда уже будет более понятно. А пока мы просто рассуждаем и говорим о том, что да, деньги в школе точно не лишние и пускай дети отпразднуют Новый год, встретят с Деда Мороза, потанцуют у елки, либо едят на какое-то мероприятие, если этих денег хватит. Ну, видимо, вопрос нужно решать в самые сжатые сроки в ближайшее время, потому что время-то бежит, до Нового года совсем чуть-чуть остается. Вот смотрите, Ольга, по поводу инициативы прошлогодней Дмитрия Михайловича, просто скользь вы упомянули, хотела бы просто уточнить, почему в прошлом году аналогичной инициативы не нашла поддержки, а в этом году все вроде бы технически за то же самое всем миром вступились, что называется. Ну, вот в том году денег не нашли, то есть он тоже просил порядка 19 миллионов как раз-таки для всех детей начальной школы. Просто богаче там вроде не стали за год. Ну, может, это связано с тем, что ковидные времена закончились. Да нет, было много негодования и непонимания, ну, чего уж такого, как бы выделить условность 19-20 миллионов рублей на хорошее дело для детей, и в этом году уже было понятно, что отказывать нельзя, и было понятно, что Дмитрий Михайлович как бы все равно внесет, потому что, ну, в том году как раз-таки остались на такой ноте, что мы будем пробовать дальше в бюджетных предложениях. А еще такой момент касательно, да, там праздника детей и взрослых, скажем так. Понятно, что праздник, наверное, для детей и для взрослых может немножко отличаться, да, и то, что взрослым кажется чем-то интересным, полезным, я не знаю, образовательным, для детей это будет вот, ну... Так, конкретизируй. Ну, я не знаю, вот помните, вот в среднем звене часто отправляли, например, там в театр на какого-нибудь трехчасового Чехова, ну, то есть, ну, это вот прям мало походило на развлечения. Выспаться можно было. Да, ребенка возьму. Про взрослых, что мы говорим, про взрослых детей? Нет, про взрослых я имею в виду администрацию школы, да. Администрацию школы. И понятно, что вот эти деньги, то есть, если с кировскими школами все ясно, скорее всего, правда, эти деньги логично потратить там на организацию елки, какого-то мероприятия, похода куда-то, еще что-то. А если говорить о школах, которые, ну, менее богатые, да, менее обеспеченные, не уйдут ли эти деньги на какие-то хозяйственные нужды? То есть, насколько это будут целевые средства? Ну, это тоже вопрос, я думаю, проработки именно положения, каким образом эти деньги будут выделены. Я думаю, что они однозначно будут целевыми. И, скорее всего, наверное, там купить, не знаю, швабру на эти деньги не получится. Вот, поэтому, то есть, ну, почему-то мне кажется, что в любом случае это будет все-таки унициатива администрации школы. Наверное, в каких-то школах, может быть, к этому делу привлекут там иронический комитет и самих детей. Но мне кажется, что школа сама просто, когда получат определенную сумму, они просто поймут, что на эти деньги они могут сделать. В принципе, в рамках школы провести праздник для детей Новый год тоже возможно. Если, как бы, деньги будут, почему нет? Как бы, там, тех же актеров заказать там, ну, то есть, спросить, что детям-то интересно на данный момент. Ольга, простите, еще все-таки минутку вашего внимания займу. Ну, мы прекрасно понимаем, да, в первую очередь Новый год, это праздник детский, но и многие взрослые ждут, собственно, этого события. А мы прекрасно знаем, какая сейчас обстановка в стране и международная тоже ситуация. Вы тоже прекрасно знаете о том, что власти многих регионов уже полностью, либо частично отказываются от новогодних торжеств, мероприятий. Вы, кстати, ваша позиция, как по этому поводу можно ее сформулировать? Надо ли нам в этом году сокращать свои аппетиты по поводу украшения города, проведения действительно праздничных событий? Ну, я думаю, что в любом случае должно быть в меру, то есть, нельзя прямо город оставить пустым и совсем непрадичным и новогодним, то есть, возможно, может быть, стоит и просто экономить, то есть, там, где это возможно, но от детей-то уж точно праздника лишать не надо, и как бы нужно все-таки разограничивать, все-таки, ну, дети ни в чем не виноваты, и, то есть, лишний раз там увидеть Деда Мороза, то есть, ну, как бы, ничего в этом такого не будет точно. Вот, конечно, там, если мы говорим про закупку там елок, как в некоторых регионах, там, за 60 миллионов рублей на театральную площадь, то, как бы, ну, я считаю, что этого стоит избежать, да, в этом году точно, то есть, а какую-то минимальность создания новогоднего настроения все равно, наверное, должно быть, потому что все равно живем в тех обстоятельствах, которые есть, но в то же время там у нас же вроде бы как бы жить продолжаться в тех же реалиях, которые были до этого. Все понятно. Спасибо большое, Ольга, за комментарий, за ваш. Ольга Тырыкина с нами была на связи, депутат законодательного собрания Кировской области, председатель организации «Родительский контроль». А вот, кстати, как подсказывает нам наш редактор, буквально в эти минуты, видимо, да, мы понимаем, в областном законсобрании проходит обсуждение инициативы, озвученной Ольгой. Она сослалась на своего коллегу, депутата Дмитрия Русских, которая еще в прошлом году предлагала, давайте мы найдем 19, да, по-моему, миллионов рублей на то, чтобы подарки детям закупить. Ну и сейчас мы продолжим общение с депутатами нашего областного парламента. Все-таки я не понимаю, может, все-таки четкую схему какую-то понятную, ежегодную, с инвексацией, да, с учетом инфляционных каких-то процессов. Точно знали сумму, точно знали, на что ее следует потратить. Потому что, мне кажется, все равно, да, культурные деньги, культурная какая-то программа отдельно, какие-то материальные подарки отдельно. Давайте пообщаемся сейчас с Ириной Морозовой, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области. Ирина Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Хотелось бы нам подробности услышать по поводу инициативы выделения денег или дополнительных средств из областного бюджета на проведение новогодних мероприятий для государственных и муниципальных школ. В чем суть этого предложения? В какой стадии сейчас находится обсуждение? Берете ли вы инициативы своих коллег, которые звучали ранее? Расскажите, пожалуйста. Данная инициатива губернатора Кировской области Александра Соколова и правительства, она находится в стадии проработки. Речь идет о целевом выделении средств в государственные и муниципальные образовательные организации. были такие опасения, что это для школ города, районы останутся в стороне. Это не так. Выделяться средства будут на все образовательные организации. Выделение средств планируется по числу учащихся в данной школе. Еще раз подчеркну, целевое выделение, то есть их нельзя директору школы будет направить на какие-то ремонты текущие, на устранение протечек, замену линолеумов и так далее. Это целевое средство на проведение праздничных мероприятий. В чем здесь плюс, как подчеркивают депутаты, решение о том, как потратить эти средства, будут приниматься школьной общественностью вместе с родительской общественностью. Это могут быть новогодние подарки, тогда состав подарков будут определять родители. Также они могут принять решение и направить эти средства на проведение какого-то общего мероприятия для своих школьников. Потому что в последние годы много родителей высказывают опасения дети-аллергики, не все дети переносят то, что есть в подарках, поэтому многие родители говорят о том, что может быть правильнее говорить не о подарках, а о праздничном обеде или праздничном фестивале, елке и так далее. А сумма уже ясна или она хотя бы как-то на горизонте что ли маячит? Сколько вообще придется изыскивать? Миллионов, видимо, рублей? Нет, сумму правительство не озвучивает, но единственное в ответ на поправку одного из депутатов сказали, что точно не меньше. Возможно, это Дмитрий Михайлович русских, но я делаю такое предположение. Ну, спросим у него потом. Ирина Геннадьевна, смотрите, не знаю, рано вы к нам подключили, слышали наш с Владимиром разговор или нет, было у нас небольшое непонимание, почему нельзя выделение этих средств к новогодним подаркам, их назовем так, объединим общим словом, организовать на постоянной основе, чтобы были какие-то в бюджете целевые средства, которые бы там индексировались с учетом инфляционных каких-то процессов и ежегодно вот эта сумма перед Новым Годом без уже каких-то обсуждений, дискуссий, внесения в публичное пространство просто школам выделялась на вот эти новогодние какие-то подарки. На сегодняшний день почему нельзя? Потому что никогда не было нормативного правового акта, который позволял бы выделять средства, то есть это новые расходные обязательства для бюджета и в соответствии с законодательством любое расходное обязательство новое должно основываться на каком-то правовом акте и нормативно-правовом. Но после того, как в этом году правительство разработает и, наверное, это будет первый опыт подобный, я думаю, что в дальнейшем как раз вопрос нельзя уже не будет стоять. Это будет совершенствоваться, это будет индексироваться и развиваться. Ну, вы сразу же сказали о том, что это инициатива правительства и лично губернатора Александра Валентиновича Соколова. Мы прекрасно знаем, что этот год после его избрания законного на должность главы региона он достаточно богатен на всевозможные инициативы, но, наверное, стоит надеяться на то, что это войдет в такую традицию, да? Стройная структура. В крайней мере, в это очень хочется верить и все предыдущие действия правительства позволяют нам этому верить. Действительно, много новых инициатив и многие из них уже реализованы, поэтому оснований сомневаться нет. Спасибо. Ирина Морозова с нами была на связи. Да, благодарим вас. Вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Что получается? Идея, озвученная в прошлом году Дмитрием Михайловичем, она расширяется, да, получается? Ну, вот исходя из тех сведений, которые мы получили вот за последние 20 минут. Ну, я так понимаю... То есть не только подарки, но еще и мероприятия, выезды, поезды... Насколько я поняла, речь идет не только о начальной школе. То есть у Дмитрия Михайловича, если я правильно помню, если правильно помню, поправь мне, если... А мы сейчас с ним пообщаемся, надеемся, мы сейчас благополучно, наш редактор его наберет, да, я тоже читал о том, что... Там, по-моему, только о начальной школе шла речь, да. Да, первые четыре. Четыре ведь класса у нас первые считаются начальной школой, да. Ну, надеюсь, что сейчас, конечно, пообщаемся. Но у меня, на самом деле, уже большие достаточно суммы в голове рисуются на всю область, да, о чем сказала Ирина Геннадьевна. Не только областной центр будет в этой системе, но и весь наш регион. А школа-то у нас ого-го. Ну, и опять же, все равно у меня есть небольшие сомнения. Ага, доклад пока читаю. Ну, вот нам, да, редактор нам подсказывает, что доклад у Дмитрия Михайловича русских по этой теме. Ну, попозже тогда чуть-чуть наберем. Или не наберем. Ну, надеюсь, что наберем. Да, наберем, наберем, конечно. Опять же, да, вот то, о чем мы с тобой в самом начале говорили, то есть все равно планируют, получается, подключать родительское сообщество. И я, если честно... К обсуждению? К обсуждению, да. Я, что называется, пока у меня в школе, к счастью, никто не учится, но, что называется, если бы у меня кто-то из детей уже был в школе, я уже была бы... Ну, скоро это произойдет. ...в предвкушении, что называется, этой увлекательной, продуктивной, в кавычках, дискуссией, когда родители начнут выбирать, что же лучше для их чада, куда потратить деньги. При этом, смотри, если эти деньги целевые, как Ирина Геннадьевна сказала... Только лишь на новогодние, да, эти штуки. Да, в том плане, что они рассчитываются, исходя из количества детей, да. То есть родитель вполне логично может рассудить. Так, если деньги рассчитываются на каждого ребенка, соответственно, некая сумма есть технически, да, и на моего ребенка. Угу. Логично, да. В случае с какими-то материальными подарками, будь там, я не знаю, конфеты, книги, что угодно, все понятно, да. То есть на твоего ребенка выделяется определенная сумма, и, например, если ты по какой-то причине заболел, уехал, еще что-то, да, не смог принять участие в новогодних мероприятиях, твой кулечек с книгами или с конфетками тебя дождется. То есть ребенок, выделенные деньги... Целевые деньги до него дойдут в любом случае, да. Если мы говорим о каком-то культурном мероприятии, о каком-то выходе, выезде в свет, там, да, или еще о чем-то, если ребенок его пропустит, то он его пропустит. Соответственно, родители, например, я не знаю, часто болеющие детей... Они будут участвовать в этой всей праздничной... Да, то есть они могут сказать, так, секундочку, вот мы не сможем, да, быть на празднике, а деньги на нас выделены. Где наши деньги? А как тебе тогда такая система? Смотри, вот областные наши парламентарии, правительство определяется с суммой, которая выделяется на эти деньги, и по умолчанию, я подчеркну, по умолчанию, новогодние подарки покупаются. Вот по умолчанию. Если не желает конкретное учебное заведение именно подарками получать, тогда оно принимает решение, давайте будем... Давайте деньгами, давайте подарками. Кстати, хороший вариант. Можно нам конфетами? Давайте деньгами, я не знаю, сертификатами, может быть, в какие-то магазины мы обязательно потратим там на что-то очень и очень нужное для наших ребят. У нас остается две минуты, да, до рекламной паузы, нам просто редактор подсказывает, может, к другой теме перейдем. Нет, я думаю, мы уже в раж какой-то вошли, можем... Я просто так поняла, что с Дмитрием Михайловичем у нас уже не получится связаться, потому что... она подсказывает, что докладывает он как раз-таки на эту тему. Хотелось бы, конечно, все равно поговорить на тему, вот почему там в прошлом году это не получилось, а в этом году получилось. Я думаю, что у Дмитрия Русских есть тоже какое-то видение этой ситуации, но я думаю, что мы еще, наверное, вернемся к этому вопросу, когда окончательно этот документ уже... Инициатива эта примет форму документа, и все будет понятно, там сколько денег выделяется, куда они выделяются, может быть, депутаты в конце концов и договорятся по поводу того, как именно эти деньги нужно расходовать, будет ли это все же что-то материальное или нематериальное, чтобы там родители, администрация школы, ученики все вместе, я не знаю, не переругались по этому вопросу. Ну, надо понимать, что с каких-то статей придется в этом году снимать, раз заранее не были заложены деньги в региональный бюджет. Я не знаю, это какие-то дополнительные доходы у нас под конец года нарисовались. В официальном сообщении, областного законсобрания, в общем-то, достаточно спокойно об этом говорится, что деньги будут изысканы, найдены, они все равно будут направлены в случае одобрения этой инициативы. Но мы же понимаем, сейчас у нас такие финансовые, экономические, в том числе времена, непростые, что довольно сложно, да, этим заниматься. Ну, видимо, вот в том числе на губернаторе это все завязано, раз его инициатива и дано такое указание изыскать средства, то с большой долей вероятности, видимо, будет эта идея реализована. Только единственное, я не поняла немного, Ирина Геннадьевна озвучила примерно сумму? Нет, нет, нет. А вот в прошлом году планировали 19 миллионов, просили 19, то есть не меньше, да, будет эта сумма? Не менее 19 миллионов рублей. Ну, это с учетом, получается, всех школ региона, ну, не знаю. Вот уже год прошел, честно говоря, уже немножко подстирались нюансы в памяти, касалась эта инициатива, это сумма всех. Просто пытаюсь примерно понять, сколько на каждого ребенка будет выделено средство по итогу. То есть одно дело, если речь идет о какой-то сумме, ну, хотя бы 150-200 рублей, да, то есть это уже, ну, ну, что-то действительно можно собрать, купить. Если это какие-то символические суммы вроде 50-70 рублей, то понятно, что, скорее всего, да. Это уже ни о чем, простите меня. Ну, как сказать ни о чем? Я просто думаю, что вот от этих сумм конкретно на ребенка, скорее всего, будет зависеть решение администрации о том, будет это подарок, грубо говоря, в руки, да, или это будет какое-то общее мероприятие. Ну, выход куда-то даришь. Ну, потому что, да, одно дело разделить там 300 рублей, ну, по 300 рублей на брата, а другое дело по 30. Ну, то есть... Ну, понимаем, да, порядок цифр разный, конечно, да. Сейчас будет у нас небольшая реклама, после чего будем связываться с начальником управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации нашего города. Это Игорь Меркулов, и хотим с ним все-таки побеседовать. У нас сезон дорожных работ завершается, ноябрь уже на носу. Собственно, на сколько... Людям, которые перекладывают брусчатку на тротуарах, похоже, они этого еще не заметили. Это уже который год у нас, собственно, да. В общем, будем общаться на эту тему через минуту. Продолжается наша беседа. Дарья Топузлеева в студии. Владимир Сметанин. Да, будем говорить сейчас о дорогах. Кстати, вот сейчас в перерыве поймал себя на мысли о том, что, ну, действительно, на некоторых участках дорог в областном центре это непросто передвигаться. В качестве водителя вроде дорога ровная, едешь, но вдруг появляется какая-то выбоина, яма, там, канализационный колодец, немножко провалившийся, вот, особенно где-то сбоку, да, и ты обязательно попадаешь туда. Особенно, знаешь, страшно, когда это на дороге, которую ты не знаешь, ну, не часто ездишь. А еще особенно ночью, да? Или вечером уже, когда, собственно. Едешь и думаешь, приеду и на машине или нет. Итак, у нас на связи Игорь Меркулов, начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры. Игорь Александрович, приветствуем вас. Алло, да, добрый день. Да, добрый день, добрый день. Очень рады вас слышать. Мы хотим поговорить в первую очередь о ситуации с гарантийным ремонтом дорог в областном центре. Тут на неделе на комиссии Гордумы депутаты обсуждали эту тему, в том числе и с вашим участием. Вы там присутствовали. Ну, вот, как узнали мы из новостей, депутат Юрий Шлеминзон пожаловался на то, что уже неоднократно обращал внимание на улицы, попавшие в федеральную программу. Например, это красный химик, 60-летие комсомола, проезжие. Там якобы уже третий год гарантии заканчивается, а работы не проведены. Так ли все печально? Много ли таких, да, объектов? Что у нас с гарантийным ремонтом? Давайте, да, тогда дам небольшой комментарий. Сначала хотел бы отметить тот момент, что у нас срок гарантии на те улицы, которые выполняются в рамках нацпроектов, составляет 4 года ежегодно. Весной мы проводим обследование всех участков, которые у нас находятся на гарантии. То есть в этом году проводили обследование всех улиц, которые у нас, соответственно, подлежали ремонту, начиная с 2018 года. По результатам обследования всего у нас получилось 272 отремонтированных участков. Были выявлены дефекты на 220. То есть это больше, господи, это сколько получается? Три четверти? 272 в общем и 224. Достаточно приличные цифры. Но при этом мы должны понимать, что участок, он у нас может быть огромным, допустим, километр, два, три, четыре. А локальные дефекты, какая-то небольшая яма, выбоина, трещина, она как раз является тем самым гарантийным моментом. Поэтому вот этот весь целиком участок мы относим к этой категории. Поэтому нельзя сказать о том, что у нас три четверти дорог полностью все разрушились, не дождавшись гарантийного срока. То есть в том числе есть какие-то локальные у нас есть выбоины, ямы, трещины. Они тоже у нас относятся, соответственно, к этому перечню. После того, как мы обследуем улицы, выявляем дефект, вставляем необходимый акт и направляем, соответственно, нашим подрядным организациям требования о проведении гарантийных работ. Соответственно, такая работа была проведена у нас и в текущем году. Были проверены все вот эти вот улицы, за последние четыре года отремонтированы. В настоящий момент у нас остается небольшие локальные дефекты. Все подрядчики нам отчитались о выполнении всех гарантийных работ. Мы повторно проверили. И небольшие недоделки у нас остались на 15 всего участках. То есть из 200 вот этих? Из 272. Эти 15 участков, они в ближайшее время, то есть в этом году будут приведены в порядок? Да, конечно. Несомненно, в этом году мы дали срок подрядчику доустранить все замечания, которые наши специалисты технически выявили. При этом я бы хотел еще отметить такой момент, что на момент обследования мы проводили его, соответственно, весной. У нас прошел целый сезон летний. И вот часть дефектов, которые сейчас мы повторно выявили осенью, когда уже начали объезжать гарантийные участки с целью проверки выполнения гарантийного ремонта, они вполне возможно появились в течение вот этого летнего сезона. Поэтому подрядчикам поставлена задача до 15 ноября, пока у нас еще снежный покров не расположил. Не установился. На дорожной сети есть. Мы, соответственно, им поставили такой срок. А что, Игорь Александрович, с теми участками, по которым гарантия уже закончила, но они вот в рамках этих гарантийных обязательств по какой-то причине не были приведены в порядок? Есть такие вообще объекты? У нас есть такие объекты, да. В основном это объекты связаны с тем, что та подрядная организация, которая выходила на данный вид работ, она в настоящий момент либо ликвидирована, либо находится в стадии банкротства. Есть у нас таких шесть участков, у которых выступал подрядчик Абаза Оричи. В настоящий момент он, к сожалению, на этапе банкротства. В любом случае, если даже мы видим о том, что подрядчик у нас не выполняет гарантийный ремонт, но в то же время улицы требуют гарантийного ремонта, мы проводим такой ремонт за счет муниципальных территорий. Далее уже в плане судебной практики предъявляем эти требования к тем подрядчикам, которые это добровольно не проводят. Аналогичная ситуация у нас сейчас проходит по Абаза Оричи. То есть точно так же мы сделали все участки, отремонтировали за муниципальный счет и вот эти требования в судебном порядке выставляем конкурсному управляющему. Если не ошибаюсь, Абаза Оричи ремонтировали в том числе трассу Киров-Русская. Так ведь? Они выступали там субподрядчиком, субподрядчиком. Аналогичная ситуация у нас, да, там есть сейчас идет судебный процесс, есть там у нас продольные трещины и потеречные, довольно большое раскрытие на них идет. Ну вот тоже сейчас у нас назначена экспертиза. Она установит причинно-следственную связь, образование данных трещин, ну и дальше уже решение суда. Но опять же, хотел бы подчеркнуть, вот все, что касается именно судебной плоскости, это, я бы сказал, больше такие единичные случаи. Как правило, все подрядчики, которые у нас работают, они понимают и самоответственность за происходящее, понимают причины, почему эти филинные дефекты образуются, и, соответственно, добровольно их устраняют. Не понимаю немного, если подрядчики понимают, по каким причинам эти дефекты образуются, почему нельзя делать так, чтобы этих дефектов не образовывалось? Изначально ты имеешь? То есть укладывается асфальт так, чтобы в перспективе никаких проблем не было с ним? Ну да. При приемке дорог, возможно, как-то... Дам пояснение, да. Пару минут у нас. Когда у нас выполняется ремонт, он выполняется в соответствии с техническим заданием в соответствии с подсметной документацией подготовленной. Плотность и качество асфальта бетона у нас проверяются лабораторными испытаниями, в том числе независимыми лабораториями. В любом случае дорожная одежда и вот этот верхний слой дорожный, он в процессе эксплуатации изнашивается. В любом случае на нем появляются те или иные моменты. Но не за несколько месяцев ведь. Асфальт, который выполняет работы, обеспечит именно нормативное состояние верхнего слоя дорожной одежды вот в этот фиксированный срок. То есть срок гарантии на 4 года, все 4 года дорога должна стоять. Мы понимаем прекрасно, что она изнашивается под колесами там в том числе и тяжеловесной техники и обычных автомобилей. Но вот гарантийный срок она у нас должна стоять. Работу с подрядчиками мы ведем в этом направлении. В том числе привлекаем с точки зрения еще независимого контроля Дорожный комитет Кировской области специалистов, которые точно так же выступают в качестве экспертов. Поэтому вот наша основная задача свести к минимуму образования каких-то дефектов на покрытие. Нет, я еще вопрос хотел задать. Да, простите, есть минутка у нас буквально. Насколько серьезная ответственность, Игорь Александрович, предусмотрена для подрядчиков за невыполнение гарантийных обязательств? Есть ли случаи применения этой ответственности? Да, за невыполнение гарантийных обязательств тут на самом деле два момента есть. Первый момент, конечно, если у нас не устраняют гарантийные наши требования обоснованные, есть у нас претензионная работа в плане наложения штрафов, взыскания, обязания через суд привезти дорогу в надлежащее состояние. При этом, хотел бы тоже повторить, у нас в основном подрядные организации, которые выступают в качестве подрядчиков по ремонту дорог, это наши, либо это у нас город Дормострой, муниципальные предприятия, либо это у нас ветки автомобильной дороги, областные предприятия. И все эти предприятия, их в том числе руководство, понимает степень ответственности и важности. О чем именно имею в виду речь? В случае наступления, допустим, дорожно-транспортных происшествий, виной которым как раз служит ненормативное состояние дорожного полотна, в том числе вот эти убытки и какие-то повреждения, в том числе транспортные, они будут отвечающей стороной в этих инцидентах. За те дефекты, те причинно-ответственные связи, которые вышли вот из-за этих дефектов. Спасибо. Игорь Александрович, допросим прощения, просто времени у нас категорически уже не хватает. Спасибо за этот подробный комментарий. Игорь Меркулов был с нами на связи. Всего доброго. Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации нашего города. Ну вот еще полмесяца есть на то, чтобы у нас дороги в нормативное состояние были приведены перед зимой. А зимой уже... До следующей гарантии. Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания.